Привет всем, я Мариана, арт-директор с Роби Макитекс, и мы сегодня поговорим о дизайне. О дизайне? О дизайне. Все мы нуждаемся в источнике вдохновения и регулярно находимся в поиске. Но есть время, когда искать не нужно, потому что концентрация всех последних новинок для интерьерного дизайна собрана в одном месте. Это Миланская неделя дизайна и ежегодная Миланская мебельная выставка. Самая крупная площадка для демонстрации новинок, дизайнерской мебели, света и многого другого. Еще очень свежие эмоции от ее посещения, так как весь Милан радовал гостей крутыми локациями, выставочными пространствами и просто очень заряженной для творчества атмосферой. Я надеюсь, я привезла хотя бы часть этого заряда, чтобы поделиться с вами. Первое, что бы я хотела подчеркнуть, мы никоим образом не будем говорить про тренды, моду, обзоры и прочее. Эти пункты, конечно, важны для развития и движения, мы их не можем игнорировать, но они имеют недолговременный характер. Мы поговорим о чем-то живом и свежем, что было перспективное, что было самое вдохновляющее. Я наглядно покажу некоторые примеры. Крутые были все, но теперь этого недостаточно. Каждый бренд хотел запомниться какой-то своей уникальной фишкой, особенностью и вот что считывалось. Стало особенно важно, подчеркиваю, тактильность и визуальная эстетика в материалах. Восприятие мебели как арт-объект, более смелое присутствие цвета, тонкие чистые решения и отсутствие строгого направления стиля. Ура! Это и есть так называемые маркеры, которые могут разбудить в нас самые глубинные эмоции. Так вот, тактильность и визуальная эстетика формы и цвета – одни из моих главных радаров. Почему полезно видеть и трогать то, с чем мы работаем? Мы выстраиваем личную связь. Мгновенно. Ее можно описать, можно рассказать очень детально, со всеми подробностями. Но я, не задумываясь, променяю все рассказы на одно касание. Через это касание нам передается информация от идеи до конечного результата, до продукта, с которым мы взаимодействуем каждый день. Кто запомнился? Миноть. Кресло – потрясающее на ощупь текстиль и визуальная фактура. Вкусная работа с тканью. В тот момент очень захотелось тирамису, и мне кажется, это очень хорошая ассоциация. И когда спустя время ты еще помнишь ощущение приятного холодного шлейфа от текстиля, вот это заслуживает отметки. Конечно же, мальтении, как в мягкой мебели, так и в корпусной, с текстильной отделкой. Это же касается корпусной мебели полифорум, мягкой мебели. Большое внимание уделялось детали, комбинации материалов. Стол с открытыми порами из травертина. Очень удивила глаз Италия. Для меня каждая экспозиция этого бренда – это всегда трепетное ожидание. Их мебель, столы, консоли, диваны. Корпус выполнен из стекла. Вот это действительно тактильный эксперимент. Незабываемым был локальный шоурум Хэнш – коллекция экстерьерной мебели Эдра. Здесь мы уже говорим о высочайшем качестве и действительно глубокой философии по концепции бренда. Из этого тезиса выступает следующая производная – мебель, как арт-объект. И не уходя далеко, глаз Италия и показывает новое прочтение привычных предметов в нетипичном материале. Корпус дивана, но и стекла. Очень тонкое нюансное решение, которое обязательно останется в памяти и еще долгое время будет прокручиваться раз за разом. А это же эмоции. Нетипичное уникальное исполнение привычного, казалось бы, по назначению предмета ставит его в разряд акцент и искусство. Также и Хэнш. Металл в корпусе дивана отлично гармонирует с приятными фактурами текстиля. Сочетание камня и металла просто бесподобно. А работа света, торшеров и стравертина – это действительно подчеркивает особое качество материала. Авторский подход формирует создание арт-объекта. Фабрики и дизайнеры выходят за рамки привычных форм, которые делают их запоминающимися и харизматичными. Яркий пример и моя отдельная любовь – это коллаборация Тома Диксона и компании Дектон. Было продемонстрировано переосмысление традиционно функционального пространства ванных комнат, превратив его в архитектурную инсталляцию, где были важны все органы чувств. Это был вызов типичному восприятию и результат – потрясающе запоминающееся зрелище. Само собой в этот список попадает Эдра. Их инновационный подход по умолчанию попадает в разряд искусства. Мне кажется, глядя на спящего мишку, невозможно остаться безэмоциональным. Хотя он уже и не молод. Плюс супер качественное исполнение, плюс ручное производство. Получаем реальное произведение искусства. Мы всегда будем раскачиваться на этих качелях нюансных пространств или все-таки цветовых акцентов. А с этим уже работаем индивидуально. Такими предметами интерьера, безусловно, могут стать позиции бренда Кассино. Палитра самая разнообразная. В комплексе мы, конечно, получаем взрыв цвета и очень харизматичные зоны. Но в детальном применении мы можем получить как раз тот любимый уголок в вашем интерьере, который будет вас заряжать эмоциями. К примеру, во время прогулки в районе Брэра мы уже издалека увидели сочное цветовое пятно локального шоурума. Это оказались Мэггис и Салетти. В сплетении с локальными монолитными формами добавляется структурирование и тонкие чистые решения. Я не хочу себя заставлять произносить клишированный минимализм. Мы тут о чистоте и о нюансах. Атмосфера праздника, конечно, царила в павильоне Джесси. Для гостей просто невероятной коллекцией смесителей. Отдельное спасибо за композицию при формировании стенда. Было очень информативно, безумно красиво. Отдельного внимания заслуживает локальный шоурум Чеа. Остаются верными себе в детальном исполнении, в тактильности, в материалах и в инновации. Это и Антонио Лупи, и Фонтини Рубинетти, и Сальваторе. Конечно, если мы говорим о чистоте, это павильоны с освещением. Это Вибиа, Флосс, Дэвид Гроппи, Том Диксон, Виа Битсуна и множество других. Для меня именно свет — это особо важная составляющая. Красивый и грамотный свет в интерьере — это уже одна треть успеха. И, конечно, круто, что ты замечаешь комплексный подход в создании атмосферы. Было интересно наблюдать не только над эгоистичным формированием выставочного пространства, чтобы максимально нас окунуть в каталог бренда. Но и круто было отметить, что важными пунктами было создание атмосферы, окружения, звуковые и обонятельные эффекты, аксессуары, которые подчеркнут значимость и актуальность предмета. Это вазы, керамика, скульптуры. Отдельного внимания заслуживает павильон Эдра в Палаццо Дурини. Проходя по залам с мягким светом здание на секундочку 17 века, оцениваешь всю любовь к деталям и к своему делу авторов этой экспозиции. Все находилось на нужном месте, а мишки даже включили колыбельную. Атмосфера царила просто волшебная. Мы работаем над тем, что мы выпускаем свой курс, обучающий курс по интерьерному дизайну. Я знаю, что вы давно это просили, мы сейчас это делаем. Над курсом работает три человека, я, Алексей и Мариана. Мариану вы уже знаете, наш арт-директор по интерьерам. Она с нами очень давно, практически с самого начала основания компании. Компании уже 12 лет, у нас огромный опыт, и мы готовы этим опытом делиться. Наш курс это будет серия из примерно 12 мастер-классов. Сейчас мы работаем над их количеством, который будет рассказывать про все этапы строительства. От брифа, когда к вам приходит клиент, вы задаете ему какие-то вопросы. Это этап знакомства. У нас есть определенные правила, как делать этот этап знакомства, и мы эти правила распишем. Замеры помещения. У нас есть алгоритм замеров, и мы это покажем в отдельном мастер-классе. Работа над планировкой, работа над бутбордом, работа над стилистикой, работа над электрикой, работа над сантехникой. Ну, то есть, как бы все абсолютно части работы над интерьером, все разделы будут, каждый в отдельном мастер-классе, будут сформированы в целостный курс. Очень интересный курс. Он может быть полезен тем, кто вообще ничего не знает про интерьеры, потому что вы углубитесь в эту специальность и поймете, хотите ли вы в ней развиваться. Он также может быть полезен студиям, каким-то небольшим студиям или большим студиям, возможно, даже нашим конкурентам, потому что мы покажем там все наши наработки. С кем мы сотрудничаем, каким образом сотрудничаем, как устроен процесс, шаблон, где мы чертим, скажем, интерьеры, брифы, которые мы даем клиентам. То есть, мы готовы всем поделиться. Дайте, пожалуйста, жару в комментариях, накидайте лайков на это видео, мы будем видеть вашу активность, мы будем работать над нашим обучающим курсом, активнее и в скором времени анонсируем первый мастер-класс. Большое спасибо, давайте возвращаться в выпуск. Что действительно радует, это отсутствие формального жесткого стиля, в котором демонстрируют свои новые коллекции фабрики. Хочется сбросить с интерьерного дизайна эту прибитую гвоздями вывеску «Выполнено в стиле». И, наконец, просто расслабиться и кайфовать от работ. Кто меня покорил бесповоротно и влюбил в себя, что было для меня скорее неожиданностью, чем ожидаемо, этой минуте. Как бы банально это ни звучало. Мы уже так привыкли к качеству, к исполнению, к безупречным швам, к премиум-материалам. Это все круто, но нас, казалось бы, уже не удивить. Но взгляд падает на утонченную композицию. Это просто консоль из полированной стали с радиусными решениями, черное дерево-столешницы. Безукоризненно и вкусно. В этом и есть виртуозное сохранение многолетнего опыта, качества исполнения и сочетания современного новаторского решения. А по соседству граничит павильон Каримоку. Натуральное дерево и природные материалы. Недалеко полиформ, МДФ Италия. И аксессуары, оформления, скульптуры, керамика. Идеально подобранные источники освещения дополняют эту прекрасную картину. Такие вещи формируют лично меня. И этого заряда вдохновения мне хватает на год. Как раз до следующей выставки. Поэтому следите за нашими работами. Мы стараемся быть благодарными дизайнерам, которые разрабатывают эти прекрасные коллекции. И применяем их в своих проектах. У нас для вас еще очень много интересного материала. Поэтому мы не прощаемся. И до встречи! Продолжение следует...